В эпоху новых географичных открытий, калі многі амара цервануть на тёплые курорты, але яшчы не зусім зразумела, куды і як, ёсць макчымыць ближай познайоміцца з беларускім турызмам. У айчынных агроэкосядзібах сізон пачаўся. З гараду ў вёскі ёдуць за спакойным адпачынкам, каларытам і малявнічымі краявідамі. У Витебскай в області ў адрозніні адзамежа двіра, адшыненая ў амаль шасті сотнях сядзіб. Якую альтернатыву яны прапануюць туристам, ведаюць нашы корэспандэнты. Гарадскі шум на вязковую тишыню Оксана Лашкевич разым з мужем змянілі амаль 10 гадоў таму. Узялі да і добро ўпаратковалі ўчастык, завялі гаспадарку. Куры, індыкі, експериментавалі з розной живністю, але празнікаторы час ў сурьё заняліся развядзеннім коз. Саме сложное, надо как-то эту теорію совместить с практикой, що в принципі для городського жителя почти нереально було. Потому що, коли мне надо було первую козу подоїть, милку, как раз маму этой козы Никиты, я її доїла, наверное, часа полтора первый раз. Потому що показати було некому, я не стала звати бабушку там соседнюю или кого-то, щоб показали. Поэтому я пыталась как-то подоїть ёё сама. Но у мене получилось. Это был такой восторг, когда первые струйки молока в эту баночку полились. Это вообще что-то было невероятное. Сёня на полях пасутся, каля пав сотні рогатых живёл, а на прасядзібных господарцей пакульяшче за огороджи набирається сил молодое пакалення. Абайшовши зранку сваїх подопечных, Оксана не сядзіць клауші руки. Са свежага і карыстнага молока жанчына варить сыры. У асортыменті каля дзясятка виду, а на смак их спробавалі не толькі туристы, але і высокі гості. У нас был посол Франції Дидье Канес приїжджав на дегустацию, он был тоже на выпасі, с ним приїжджали корреспонденты, снимали всё это. Им очень понравилось, насколько я поняла, потому что после него к нам приїжджав ещё консул Франції тоже с групой, по его рекомендації. До этого к нам приїжджав посол Англии Фіона Гиб, она сейчас уехала, но мы с ней общались в прошлом году, по-моему, на Вишнёвом фестивале. И она говорила, что очень сожалеет, что ей нужно покидать такую гостеприимную страну, как наша республика. По сусестві сядзіба Оксаны размешчена яще одна господарка. На хуторе Скрабатуны, так само былые гораджане, адраджа і традицію выпічки беларуского хлеба. Раній выпягали виключено для сваё сям'я, а зараз такий продукт прийшовся до сподоби і гостям. Жар, его разгребаєм немножко по сторонах, и потом подождём минут ещё 10-15, когда он полностью потухнет, потом ставим туда хлебушек. Вот так. И всю печку заставляем этими тарелочками, так сказать, с хлебушком. И всё, закриваєм заслонкой, и минут на 30, сначала через 30 минут я открываю, смотрю, в каком он состоянии, а общая выпічка где-то 40-50 минут. По коль господаря займається выпічкой, її муж Яфім рассказыває про свої справи. Не перший год її надраджає айчиную селекцію коней. Тут, коли 30-ти живёл, покататься проїжджають навод со столицы. У нас есть несколько маршрутов. Вокруг озера мы объїжджаємо, в лес. Обычно наша прогулка занимает час-час тридцать. Очень нравится, прекрасные виды здесь. Лошади просто отличные. Новичков навучать триматься у сядле, а упевненных наезднику чекают довгие прогулки. Как побачить белорусскую природу во всей прихожосте, у гостей, усе лето яще напереде. Виктор Пралич и Станислав Дудзин. Новийный Глыботский район.